ЗАДНЕЙ СЁМНОЙ КРЫШКИ Перфорация динамика На фронтальной панели тоже все на своих местах На дисплее мегапиксельная веб-камера Снизу стандартные для Android сенсорные кнопки управления Сам экран построен на базе IPS-матрицы Его диагональ составляет 5 дюймов Разрешение 1280 на 720 точек Благодаря специальной технологии OGS Изображение на дисплее отлично читается даже при ярком свете Техническая база экрана позволяет по-настоящему наслаждаться изображением Цвета яркие, насыщенные и точные Конечно, главная изюминка смартфона – это процессор ZTE Geek построен на основе двухъядерного процессора Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц В паре с процессором работает графика PowerVR SGX544 MP2 с поддержкой 3D-ускорения Фирменные решения делают достаточно производительное железо еще резвее Одна только технология разгона – Turbo Boost чего стоит? Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ Такая начинка обеспечивает высокое быстродействие, а отличные результаты синтетических тестов лишь доказывают очевидное Камера у ZTE Geek вполне серьезная Фотомодуль оборудован BSI-матрицей с разрешением 8 Мп Поддерживается автофокусировка, а наведение на резкость осуществляется по прикосновению к экрану Изюминка камеры – высокая скорость серийной съемки до 10 кадров в секунду Также имеется возможность записи видео с разрешением 1080p на скорости 30 кадров в секунду Девайс получает питание от аккумулятора емкостью 2300 мАч, который обеспечивает почти сутки автономной работы в активном режиме эксплуатации Но это не главное – смартфон сконструирован в соответствии с последними IT-трендами, поэтому поддерживает беспроводную зарядку Подведем итоги ZTE Geek V975 – простой снаружи смартфон с очень непростой начинкой Здесь есть производительный процессор Intel Atom Z2580 Хороший экран, быстрая камера и даже беспроводная зарядка Все разом, да еще и по доступной цене Это и многое другое в интернет-магазине связной Субтитры создавал DimaTorzok